Добро пожаловать! Значит, приглашаем на наш шабаш. К счастью или к сожалению, не так много вопросов. Достаточно много провокационных вопросов, на которые будем отвечать немножко вскользь. Потому что наши уважаемые аудиториум, аудиторы, нет, как называется. Господа притяжные. Господа, да, притяжные. Вот, они иногда... Ну ты пей, 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 Олег. Я не буду. Они спрашивают вопросы. У нас просто сейчас идет чаепитие в мятищах. Холодно достаточно. Тут ты говорил, что сегодня лето. Сейчас лето. Ренат как раз подтвердил свою дружбу с нами. Денис спрашивает. Надо ли заполнять формы 157А, 956А, 26 и 160? Значит, 26 и 160 вы заполняли? Нет. Нет. Короче говоря, это заполняет врач. Да? Я заполнял когда-то. Ну, ты заполнял, но это не обязательно. Если в Москве. 956А форму мы не заполняем, потому что это авторизация моя на ведение дел, но сейчас, в принципе, студенты гораздо лучше разбираются, чем я, как эти все формы заполняют. 157А форму на данный момент надо быть внимательными. Она новая, то есть уже третья за полгода. В ноябре ее изменили. Фактически, когда заполнять эту форму, попытайтесь скачивать ее с иммиграционного сайта. Вот. Затем, что нас еще Денис спрашивает. Очень понравился 532-й ролик. Мне тоже очень понравился. Особенно он понравился Косте по кличке. Данила. Вот. И Денис спрашивает, сколько надо будет на счету денег показать супругам, если один из них будет учиться другой прицепом, скажем так. По какой визе они едут? В данном случае, Денис, вы должны ехать на пакетную 573-ю визу. Если вы едете на языковые курсы, значит, вам надо и вам, и вашей супруге брать отдельную визу. Соответственно, два будет заявителя. И я думаю, что вам надо все-таки подумать. Это наше здоровье, да? Да. Ну и не стесняйтесь, нормально все это. Что же? Только коты в пустыне не пьют. Ну, Олег, ну пей, ну что, я не хочу, чтобы на тебя смотрел. Вот. У нас просто народ сейчас развлекается суббота. Сами понимаете, шаббат. Шаббат. Да, шаббат. От шаббата до шаббата, как говорят. Вот. Так что, Денис, будь осторожен. Или ты едешь один на языковые курсы, или едешь на пакет с супругой, супруга прицепом. Или супруга едет, ты прицепом, я вообще точно не выяснил. Кто из вас едет, как мы так, главным? Кулин Пауэлл спрашивает. Уже начали, как вам присоединиться? Вот так вот, присоединяйся сейчас. Сейчас вот будем тебя отпрашивать. Да. Ага, подождите. Сейчас подождем. Вот еще задали вопрос Дейл. Дейл задает вопрос о том, кстати, интересный человек, наивный немножко, поехал в Россию на несколько лет, потому что у него там училась русская девушка. Вот. Сейчас она заканчивает в России диплом специалиста, пять лет, бухгалтерия, менеджмент. Она хочет присоединиться, как бы, к моему бизнесу. Вот я не знаю, как присоединиться. Я думаю, если девушка по-серьезному будет работать в этом бизнесе, семейная жизнь у нее явно не служится. Потому что придется очень много времени по ночам вскакивать, бегать, мужиков встречать в аэропорту. Я думаю, Дейл долго не протянет. Правильно, да, Олег? Конечно. Вот. Представляешь, допустим, твоя жена лежит с тобой рядом, вдруг вскакивает, говорит, я совсем забыл родной, мне надо встретить пару мужиков и отвезти их куда-то. Я думаю, что, ну, как говорится, это дело Дейла, но я не уверен, что у него это получится. Альфия спрашивает. Давно начал интересоваться вопросом эмиграции в Австралию. Ух ты, какое за это, заява какая. Вот. Ух ты, письмо длинное такое. Вот. Сначала думала почитать форумы и беседы, чтобы не задавать глупых вопросов. Это состоялось. Хотя, думаю, не обойтись без них. 26 лет. До 25 проще. Неправда. Именно до 25 сложнее. С 25 до 32 легче. Не замужем, детей нет. Образование высшетехническое. Инженеры колок. Насколько востребована эта профессия. Дальше вопросы по учебе. И, и, и. И, и. Остальное, как говорится, не будем озвучивать по вполне понятным причинам лишних ушей. Дальше вопрос. Если можно, прознакомительные курсы, включающие месяц интенсивного изучения и прочее, прочее, прочее. В этом случае мы можем организовать вечернее обучение. Четыре недели по 180 или дневное время по 190 долларов. Не будем брать, в этом случае, enrollment fee. Соответственно, четыре умножьте на 180, 190. Получается, сколько будет учеба стоит. Перелет, сколько перелет будет стоить туда-сюда? А, 1500 в одну сторону. Полторы, да? Да, полторы. Нет, в одну сторону. Ну, они заблаговременно. Нормально можно будет. 1500. Значит, 1500, а проживание месяц, ну, утрируем. Берем Дэниела, допустим. Ну, 140. 140 в месяц. Да, ну, пускай 600. 140. Не, 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 не. 600 плюс билеты, еда. А, плюс этот fee, placement fee. Не, нету placement fee. Он же тут был на сроках. Нет, 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 все. Тысяча долларов, грубо говоря. Но если очень ужаться там в еде, ну, то есть, ну, грубо говоря, не ходить по кабакам, не пить, ну, 400 получается. Если ужаться? 400 плюс тысяч... Плюс 600 тысяча, билеты полторы, две с половиной, обучение. Сколько мы там посчитали обучение? 700 чем-то. Ну, получается, 3 с чем-то, 3200, наверное. Плюс виза, 3 с половиной тысячи. Чего-то мало получается, да? 4 на 180, 720. Плюс 1000, 1720. Ну, вы эти работы уже обьете сейчас за сдачу. Да, 3 с половиной тысячи у вас в месяц обойдется с учебой, с проживанием и так далее, и так далее. С визой, визовым сбором. Все, где-то 3 с половиной или это порядка... 120 тысяч, допустим, 120 тысяч рублей ваш визит такой в Австралию обойдется. Теперь вернемся к основному вопросу Альфии. Если вы хотите учиться, мне кажется, аналогичные, по-моему, с Россией, с Россией экологи, инженеры-экологи. Мы дочитывали три предмета. Если речь идет об экологриате, бизнесе и бухгалтерии, соответственно, 21 на 1004, 28, 29, 400. То есть меньше 30 тысяч ваше обучение обойдется. Может быть, если удастся снизить еще, его это где-то будет 27, 3 года. Что касается английского языка, мы сделаем вам 7200 долларов плюс enrollment fee, то есть 7400 долларов обойдется год английского. Олег, ты прям как на коту туда. Нет, конечно, табаско, конечно, табаско. Вот, значит, значит, где-то получается 7500 долларов и, грубо говоря, наверное, 20. Выходил рыбу? Нет, спускался? Плюс 6500 долларов. Рыба? Рыба? Мои мечты? Да, я мечты. Яс! 20. Где-то 35 тысяч до 4 года обучения в данном случае не проливать. Это 4 года обучения. Почему, вопрос, почему это, получается, образование экономическое, потому что инженера-околога, по всей видимости, учить в Австралии особенно нечему. Образование в России достаточно неплохое. Но умение делать бизнес на этом, вот это вот отсутствует в России по понятным причинам. Воровать научились, бизнес вести не научились. Ну, вот, соответственно, я считаю, что бакалавриат бизнеса для вас был бы самый интересный. И все остальные вопросы я уж как-нибудь в личке отвечу, уж больно они прямые. Вот так-то. Можно пока как слушатель, вопросы будут в процессе. Здесь Кулин Пауэлл. Да, здравствуйте. Да, привет. Задавай вопросы. Здорово. Здорово всем. Ну, у меня как бы вопросов пока нет, я хотел бы больше как слушатель. Ну, как слушатель у тебя не получится, потому что у нас нету прямой трансляции, это все записывается на ролик. Тебя как зовут, Кулин? А, Виталик. Виталик. Да, из Беларуси, кстати, из Гомеля. Да, у нас ребят много из Беларуси, все, в общем-то, ребята неплохие. Вот, я тебя помню, ты вроде как уже года полтора мы с тобой, так сказать, ведем плотную беседу. Значит, ну, смотри, мы, в общем-то, сейчас, ну, грубо говоря, записываем это, у нас прямой трансляции нету, просто технически у нас же нет телеканалов. Вот, поэтому, если есть что-то на скидку, спрашивай. Только давай так, Катя, без вот этих вот эмиграционных хитростей, а то я скажу фамилию и имя вон туда, вон, на камеру, и посольство тебя услышит. Не-не-не, я строго, специально. Я таких вещей боюсь, на самом деле, я даже в скайпе не говорю о таких вещах. Правильно, правильно, потому что, правильно, Виталий, потому что меня частенько записывали в скайпе, слава богу, что особенно меня не за что взять, а за то, что меня можно взять, уже давным-давно меня сдали в эмигрейшн, уже все это дезавуировали. Кстати, поздравляю всех вас с новым министром эмиграции. Брэндон О'Конар. А наш министр эмиграции, теперь Крис Боун, является министром образования федеральным. То есть, еще больше наш министр, чем был до этого. Так что поздравляю. Теперь в Ферфилде у нас сидит человек, который, если будут какие-то проблемы в Вильям Бизнес Колледже, будет решать их недремлющей, карающей рукой. Так что, Виталий, задавай вопросы. Потому что я сейчас тебя отключу отсюда, со скайпа. А ты подумай, может, что, как говорится, придумаешь. Другие вопросы у нас. Или мне надо самому присоединяться, или все-таки вы должны меня присоединить, чтобы концерты не заточились. Нет, нет, Виталий. Дело в том, что ты можешь просто напечатать. А, хорошо. Давай. Так, что у нас еще? Что у нас еще? А ты говори, не говори фамилию, говори анонимус. Анонимус? Спросил. Я могу оговориться. Пустят ли меня в Австралию? Нет, анонимус не пустят. Я могу оговориться, и тогда получится нехорошее слово. Анонимус. Вот ты уже проговорился. Потому что здесь таких много. Анимусов? Мария спрашивает. Добрый день, Рамзес. Мне сказали, что вы помогаете людям с эмиграцией в Австралию. Если вы этим занимаетесь, буду рада с вами пообщаться. Мария, я занимаюсь обучением в Австралии. Что происходит после вашего обучения, после того, как вы пройдете процедуру выпуска graduation, меня, по идее, не должно интересовать. Слово эмиграция в Австралию. Если бы я сказал, допустим, что я этим занимаюсь, я бы уже был, в принципе, человек, с одной стороны, дурак. Потому что за эмиграцию я деньги не беру, а я должен, по идее, делать это как коммерческий проект. А коли я не беру деньги и вожусь с этим, то как-то нелогично. А во-вторых, это дело, согласно миграционному акту 1958 года, является незаконным. Поэтому миграционный совет мы давать не можем. И заниматься эмиграцией в Австралию тоже не можем. Но когда мы занимаемся обучением, то все, что после этого наступает, это, скажем так, дело ваше и ваше право. Ну, я думаю, что обучение, это все-таки эмиграция, только временная. По той причине, что это миграция в, то есть эмиграция. А то, что это будет на 2-3 года или это будет навсегда, тут уже надо оговариваться. Поэтому два разных термина. Мы пришли к тому, что студенческая эмиграция в Австралию, где эмиграция в Австралию берется в кавычки, и поясняется, что имеется в виду. Что имеется? В виду. Евгения спрашивает. Алло. Евгения спрашивает. Она хочет приехать сюда, учиться, но начать с языковых курсов. У нее ребенок, и она ждет еще одного. Евгения, ну, в любом случае, есть три ответа. Первый ответ. Невозможно приехать сюда, скажем, с ребенком на языковые курсы, потому что у нас уровень подхода третий. В нашу страну из России не пускают с членами семьи, если на языковые курсы. Если вы беременны, то это некоторая проблема, то есть, скажем так, с этой точки зрения тоже не пустят. Но главное, что вы финансово это явно не потянете. Поэтому на вопрос Дейла я уже ответил. Иван спрашивает насчет необходимых условий, чтобы красивее как-то так выглядеть. Я имею в виду в плане иммиграционного подготовки студенческой визы к поездке сюда на студенческую визу. Здесь речь идет о том, что, во-первых, необходимо учить английский, как говорил незабвенный Вадим Макарычев. Затем необходимо визовую историю. Можно, конечно, Индонезия, лучше, наверное, Шенген. И надо ехать учить английский, если вы его еще не учили. Так, дальше. Да, да, Виталий. Меня Игорь зовут. А, это Игорь? Ага. Хорошо, да-да-да. Да, Игорь? Да, в принципе, я не для себя, но мне тоже интересно. Просто какие-то такие моменты, которые обязательно будут для переезда. Хотел бы узнать. Вы по какой визе собираетесь переезжать? Вообще без понятия. Вот ноль полный вообще в этом вопросе. Ну, опять. Заходите к нам на форум и смотрите. Там все есть, как говорится, свидетельские показания от людей, которые ездили, приехали сюда или приезжали сюда по разным типам виз. Есть туристическая, есть профессиональная эмиграция, есть бизнес-эмиграция, есть рабочие визы, есть последний родственник. Что только нет, очень много разных виз. Вот. Поэтому, смотрите, если речь идет опять-таки о эмиграции на постоянное место жительства, скажем так, то все-таки я лично занимаюсь, вот я лично, моя обязанность, это студенческие визы. Все остальное занимаются миграционные агенты, но в основном мы против работы с миграционными агентами. Просто люди делятся своими впечатлениями от того, как они сюда приехали, рассказывают и, соответственно, ну, делай, как я называется. То есть, если человек сюда приехал вот так-то, при таких-то условиях, и у вас, в принципе, такие же условия, то, значит, и вы можете сделать так же. Что? Хорошо, а ссылочку на форум можно как-то? Да, на любом моем видеоролике можете это видеть. А вы как меня нашли-то? А я вас на форуме Старнета увидел. О, на форуме Старнета, так вы волжанин? Да. А дело в том, что это, меня там забанили, можете это прочистить, мозги там, руководству этого форума? Это вообще нереально сделать, потому что, как вам сказать, во-первых, я не кто-то в этом форуме, но обычный пользователь. Ну? Во-вторых, там такое руководство, что лучше, они вообще неадекватные, можно так сказать. Ну, любых неадекватных можно сделать очень быстро адекватными. Пить. Нет, что вы убивать, да вы что такое делаете? Нет, не убивать, а бить, говорю. А бить их бесполезно, они в России живут, это страшнее, чем бить. С вашего Старнета, у меня один из ребят, приехал сюда, отучился, получил профессиональную эмиграцию, остался. Вообще, с Волжского у нас, просто я сам с Волжского, у нас трудно разделять Волжский и Волгоград. Короче говоря, человек восемь по разным программам приехали, ну, практически все по учебным визам, но остались уже по-разному. А сколько вам лет, если не секрет, Игорь? Мне 33 в этом году будет. Возраст Христа, если он таковой существовал. А в каком микрорайоне живете? В 21-м. Так это мы с вами, по-моему, разговаривали, да? Ну, где он последний тренд написал? Потому что я с 17-го микрорайона как раз напротив вас. Через Александрово. Я знаю, что вы с тобой. Ну, это второй дом по Александрово. Их там три девятиэтажки стоят, вот, средние. Ну, даже сейчас немножко всего изменилось, так что там... Там новые дома. Свечки, но это просто три одинаковых вот стоят, длинных таких. Я в среднем. Вот. Смотрите, значит, если речь идет о самой... Привет, Андрей, как ты? Я просто делаю видео. Ты хочешь быть на видео? Где? С национальной безопасностью? Нет, нет, нет. Потому что все эти камеры, мы нужны. Красивый вид, мой друг. Ты смотришь за студенты, хорошо? Я смотришь за их. Я смотришь за их, здесь, в комбинации. Я смотришь за все, что я делаю. Ты смотришь за их в школе. У каждого учителя, который в проблеме, ты всегда сообщаешь. Особенно Олег. Олег очень хороший человек. Что за меня? Не смотри о Гадиме. Кто это? Просто... Видишь? Это... Сейчас ты на камерах. И... Этот человек, в принципе, дает нашим ребятам размещение здесь. Как и здоровье, как и здоровье. Но он вообще-то, вообще-то он говорит по-русски. По крайней мере, он знает немножко русский. То есть, если надо объясниться с ним можно. Да, да. Вернул. Ты очень симпатичная. Гелла? Нет, нет, нет. Видишь? Мы в то же время с Катей. Ааа, я думал, Гелла. Может, она может прийти? Да, нет, нет. Это Игорь. Мы просто одновременно разговариваем сейчас с Эндрю. И записываем... До свидания. До свидания. И записываем видео. Смотри, если речь идет о том, чтобы получить... получить студенческую визу... Я пришел к тебе, все хорошо? Да. Александр, я вам то что скажу, что наверное... Митрей, Димитрей, Димитрей, Димитрей. Идет на андреянии 109 дней. И тот человек, которому я непосредственно хочу... ...блобить маму, все предоставить, он должен далеко не придет... ...ли бы в 20 кг. Так что... ...плабусы будут, скорее всего, по визам... ...други к видам. Хорошо, но это тогда... ...тогда в личке, потому что... ...я вообще-то образовательный агент, и... ...я просто перенаправиваю. Я дам информацию, где брать. То есть люди могут сделать все сами. Я абсолютно... Я думаю, что абсолютно это... ...не нужна никакая... ...профессиональная помощь, кроме случаев, которые... ...очень-очень запутанные. Ну тогда я могу дать более-менее приличного... ...миграционного агента. Все. Хорошо. Хорошо. И еще, Игорь, если... ...там нужно будет кому-то... ...в общем-то... ...обучение в Австралии... ...все мы приехали сюда на... ...языковые курсы в начале, потом учились... ...потом остались. ...потому... ...ескому-то надо, пожалуйста. Наш из Торнетов... ...это от института... ...правильно? Да, это от института, конечно. От некоторых институтов, колледжей и университетов. Хорошо. Хорошо. Ладно, подойдите. Спасибо за это. Угу. Давай, удачи. Хорошо. Виталий спрашивает. При поступлении в австралийский колледж или университет, нужно ли иметь высшее оборудование в своей стране? Некоторые страны, Германия как-то требуют это. Нет. Если вы... Вообще, высшее оборудование по английской системе состоит из Undergraduate и Postgraduate, затем делается, если это нужно, допустим, наиболее высокая степень это докторская. В данном случае, если вы поступаете на первую ступень на Undergraduate, вам не обязательно иметь, скажем так, российское или какое-то другое образование, немецкое и прочее. Вот. Если вы на Postgraduate идете, то да, вам нужен как минимум бакалавриат или так называемый специалист, то есть 4 или 5 лет обучения в вашей стране, соответственно, можете сразу на магистратуру. Проблема с магистратурой в том, что, скажем так, вы становитесь overqualified, то есть ваше образование очень высокое, которому вы, в общем-то, не соответствуете. Магистратура от того же самого бизнеса, это как минимум 10 лет работы с уровнем Undergraduate здесь, в Австралии. Соответственно, ну, вы не того уровня. Через 10 лет Undergraduate, работая здесь, вы должны руководить достаточно немаленьким подразделением компании, чего у вас нет. Это очень вкусно, да. Хорошая конфета, да? Да. Мне тоже нравится. Сейчас мы кушаем конфеты из солодки. Солодка помогает поднимать иммунную систему и чтобы не было кашля. Нет, для этого имбирь. Олег, Гиталий, а вообще есть вопросы, нарекания какие-то, что-нибудь такое еще? Что можно сказать? Нареканий у меня как таковых нету. Все такие противные вопросы, все они были выписаны на форуме, в том числе и как бы от моего имени. Ну, давай на форуме, потому что мы должны на них ответить. На это, на пленку. Пиши. Почему нам здесь не дают работу? Да, один из таких вопросов, то есть Рамзес как образовательный агент привез сюда людей и он им не предоставил работу. Обещал, не дал. Ну, мы в прошлый раз обсуждали, да? Ну, как бы вопросы они продолжают посылаться. Вопрос о трудоустройстве. Во-первых, он не должен очень сильно озвучивать на начальном этапе, потому что если посольство, точнее департамент иммиграции в лице посольства заметит такой акцент, они будут очень расстроены, их расстройство иногда выражается в отказе в визе. Подставлять людей очень некрасиво и я этим не занимаюсь. Тем более, что я считаю, что трудоустройство это не просто возможность подзаработать денег, но это и для чувства собственного достоинства. Я вижу людей, которые, вот как Костя, допустим, ты работаешь у Димы, да? То есть люди, которые работают у нас с самого начала у самых лучших работодателей, они чувствуют себя по жизни очень уверенно. Потому что, если человек может зарекомендовать себя на рабочем месте под тайм, он сможет всегда найти работу и после градиэйшена, и вообще, чувство собственного достоинства у него на самом высоком уровне. То же самое касается и Паши Мановара, да? То есть люди очень хорошего мнения о себе и это позволяет им хорошо учиться, быть довольными, а позитивное настроение открывает очень многие двери. В то же время, мы все знаем людей, которым, ну, так очень трудно дать работу даже после того, что ты так просто посмотрел на них и уже что-то не хочется его брать на работу. После того, как ты с ним поговоришь, тем более, а если он еще и поработает один день, то потом человек мне позвонит и скажет, знаешь что, таких архаровцев больше, чтобы у меня здесь не было, и все. И на этом все закончилось. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы работали, вы должны вообще, как говорится, быть приличным человеком и нравиться работодателю, уметь работать и тогда у вас все получится. Заставить человека, я могу заставить полюбить любого человека, собаку любого человека, то есть дать на шею колбасу и собака будет прыгать человеку на радостях. Вот, но заставить работодателя, которого бизнес, в общем-то зависит, вся жизнь его и бизнес зависит от того, как человек работает и заставить взять человека, который не умеет работать, не желает работать, лентяй и у него руки торчут, не из плеч растут, то я этого не могу. Не могу. Так, Шабаш с Рамзесом. А что тут? Здесь нет вопросов. А? Ну, у нас есть совсем недалеко микрорайон такой Банда, и у нас там много работодателей, знакомых. Поэтому... Часть 2. Вот и главный человек. Слушай, а ты на Солженицына похож немножко. Я охуенно... Да мы на видео записываем. Не, ну человек оговорился, он сказал, что она офигенно, а вырвалось что-то другое. Вот, поэтому я не могу, с одной стороны, заставить человека взять на работу другого человека, а во-вторых, слово Шабаш и является, в общем-то, тем же самым, что и Шаба, то и Суббота. Вот, так как мы делаем Субботу, то можно назвать или Шабаш, ну, когда девчонки на метлах летают. Вот. Или Субботник. Или Субботник, да. Но при слове Субботник мы не соберем вообще никого, даже с помощью алкоголя и конфет. Вот, поэтому называем это Шабат или Шабаш, кому, как говорится, захочется. Нормально. Дальше. Вопрос. Место мы заняли уже. Здравствуйте. Мне 29 лет, появилось желание приехать в Австралию. Как легче и лучше это сделать? Если речь идет о обучении, здесь у меня, пожалуй, есть серебряная пуля. Я считаю, что самый лучший вариант это приехать сюда на курс английского языка, коль Роман у вас его, как я вижу, особо нету. Дело в том, что когда вы берете пакет, это пакет для опытных людей, таких как, допустим, вот был Вадик, таких как вот Костя, в принципе, и другой Костя и так далее, и так далее. Потому что они уже знали, они давно уже там, больше года, а то и двух были на форуме, для них все было известно. Вот, если вы ничего не знаете об этом проекте, хотите сюда приехать, то, наверное, лучший вариант все-таки годовая виза английского языка. Если вы хотите все-таки учиться на высшем образовании, опять-таки, вы не знаете учебных заведений, вы не очень для себя выбрали, что вы хотите учить, поэтому, наверное, чтобы потом не было, как это называется, безумно больно не было, мучительно больно, да бесцельно прожитые деньги. Вот, лучше все-таки приезжайте на английский, а потом мы разберемся, будет вам пакет или английского вам будет достаточно, смотрите, как говорится, по обстановке. Так что, Рома, добро пожаловать. И я думаю, что все у нас получится. Далее. Далее. Денис, Роман. Роман спрашивает, может ли моя жена приехать вместе со мной учиться, если я приехал без нее на пакетное образование? Может ли она приехать через 6 месяцев? Ну, в принципе, она может даже приехать с вами, потом уехать, потом приехать, уехать, и сколько угодно это делать, это мультивиза, но на конкретный данный поставленный вопрос, конкретный ответ, да, может, потому что у вас семья, потому что вы подаетесь указывая вашу жену, но потом ваша жена, получив от вас 919 форму, будет подаваться сама на эту визу, и, ну, если вы докажете, что ваши отношения, вот, нормальная жена, а не едет там для того, чтобы и вышла замуж ради там иммиграции и так далее, вот, что еще пока что у нас не встречалось такого, слава Богу, у нас все браки истинные. По любви. По любви. А что, если у молодой супружеской пары в период пребывания здесь рождается ребенок, при этом они не граждане Австралии, не резиденты, то у ребенка какое гражданство? Как я понимаю, непосредственно роды произойдут у женщины, если она студентка, значит ей будет дано до полугода перерыв, соответственно, если она жена студента, то перерыва никакого не будет. Финансовые вопросы и другие вопросы, это, скажем так, зависит все от студента. Если студент хорошо финансово обеспечен, если студент очень желает обзавестись ребенком именно в экологически нормальной Австралии, ничего страшного нету, пускай рожают одного, двух, сколько угодно. Но если это подорвет их финансовое благополучие, то они уедут. И вопрос, который подразумевался, наверное, Олег, что когда-то в Калифорнии, если ты родил ребенка, там давали ребенку гражданство. Да. Да. Калифорнию на карте Австралии не найти. Да и в самой Калифорнии, по-моему, еще до Рональда, ой, блин, как это, Арнольда Шварценеггера уже это отменили. Так что рождение ребенка не дает возможности ни ребенку, ни его родителям как-то ближе стать к этой стране. Но, опять-таки, к обучению это относится немножко, чисто прямой вопрос, можно ли рожать? Можно. По крайней мере... Костя, ты против не будешь иметь, если люди будут здесь рожать? Я не против. Другой Костя. И он за. Ну, я тоже за. Я поспособствую. Поспособствует лучше пускай супруг. Вот. Так что... Вот так вот. Что-то у тебя лицо такое, Вадик, грустное. А что, крепко? Что-то, да, намешал. Каким меня ты ядом напоила. Страшно, смотри. Костя, ну что, что бы ты спросил меня сегодня? Ничего. Ничего. Я бы сказал, что Ром Зесса очень хороший образовательный агент. И все его любят. Все его любят. Все его любят. Я бы сказал, но не скажу, да. Все те, кто его ненавидел, посмотрели прошлое видео, и теперь его все любят. Ну, вот... Женя говорит, спасибо большое за ваш ответ. Рада, что есть такие небезразличные люди. Спасибо. Вот, кстати, интересный вопрос. Должен вам сказать. То есть, я с Женей сказал, что, в принципе, никаких возможностей ей приехать сюда нету. Понимаешь? Вместо того, чтобы... Да. Вместо того, чтобы там расстроиться, расплакаться. Ну, люди, допустим, иногда вот... Из-за мелочей уже бучу подымают. Там, визу вовремя не дали. Дали визу, но с кондишенов, но физостей и так далее. А человек пишет, вот, спасибо. Женя, ну... Конечно... Хорошо, каждый человек имеет свои возможности, свои шансы. Все зависит от его способностей, от поддержки, от желаний и так далее, и так далее. Австралия – это свободная страна. В нее не так легко въехать, потому что Австралия, ну, должна какие-то там... препоны делать, ибо просто сюда въедет столько людей, что я не знаю. Вот. А кто фотку-то делал? Я кто? Вот же, теразитка. Я все смотрю, прям понял. Еще раз узнаю про ИТС там, без всякого. Россия увидит тысячи две лица студенческой миграции. Вернись. Да, кстати... Что бы мне передать из Мири привет от тебя, да? Хорошо. Ревнует Волк. Ревнует. Ты с Миром по-трусисту. Нет, ну фигня, приходи в ЮТЕС вместе, это... Молоко пьем. Вместе, да, с вами? Нет. Я как раз... Спасибо большое. Не, а что я, это Мишка виноват, Шишнов. Еще и Мишка там, да? Да, да. Его улыбка, знаешь, это полная додора. Причем он вчера был не в настроении. Миша? Да. А как же там... Вроде как был в настроении. Да. Но в каком настроении тогда уже? В плохом. В плохом. А что, не дал? Нет. Дело в том, что вот поступают жалобы от наших преподавателей, что наши студенты на 572 визе, то есть ту визу, которую мы отговариваем людей очень сильно брать, вот, они очень, как бы, требовательны к преподавателям и требуют от них не то, что, скажем так, положено, а какие-то экстрасы. Вы должны понять, все, что вы получаете от меня, скажем так, излишки того, что я вообще должен, по идее, делать и сверх того, как ты говорил, это называется? Премиум. Да. Премиум. Бонус. Бонус, да. Бонус. От меня это легко дождаться, просто потому, что это мой бизнес, это то, что мне нравится делать, я сделал этот проект, поэтому я это все делаю и делаю и буду делать. Просить какие-то бонусы, какие-то излишки от людей, которые ничем вам не обязаны, для которых этот проект является, ну, да, вот какая-то оболочка, в которой они находятся, они стоят. Преподаватель должен вас учить в соответствии с квалификационными этими требованиями, то есть то, что записано в коде СОС и в кирикулуме в учебном плане. Вы, соответственно, должны придерживаться своих обязанностей и просить, чтобы вам были сделаны какие-то поблажки, особенно, не дай бог, с успеваемостью, посещаемостью. Это не очень этично, поэтому, вот, к сожалению, бывает несоответственно, что очень хорошие преподаватели, наши же ребята, в то же время наши студенты их, как бы, пытаются подставить. Вот это вот тоже тот вопрос, который, но с другой стороны, мы можем увидеть, что уже порядка шести наших студентов и бывших студентов уже преподают в рамках образовательной группы или уже вышли, как говорится, в большой свет, выходят уже на уровень высшего образования. И я горжусь тем, что моя здесь заслуга велика. А почему от 572 визы-то отговариваете? От 572 визы? Ну, понимаешь, вся жизнь начинается с очень маленького шага. Подожди, подожди. Этот шаг... Этот шаг получения студенческой визы. Если на определенный момент, когда человек полон надежд, хочет учиться, хочет посмотреть Австралию, он получает отказ, то... На этом вся его сказка заканчивается. Вот. А 572 виза, это виза, которая подразумевает для нашей страны и многих других стран необходимость иметь АЭЛС, как минимум 4,5 до 5,5. Если будет меньше, ее получить нельзя. Если будет больше, непонятно, зачем человеку такая виза. Костя, вот ты образованный человек, да? Ну, как можно было бы понять, чтобы ты взял визу, на которой тебя бы учили... Ну, не очень интересным вещам. Очень простым. Ну, во-первых, это... Это, ну, как бы, как раз для идиотов, да? Визы. Ты хочешь сказать, что у меня есть студенты идиоты? Нет, как я, в смысле. Да? Ты не оговаривай себя. Я имею в виду, что это... Ну, на... Меньший этот балл... Да. А, он... Также востребованная специальность... Согласен, но смотри, на высшее образование практически может ехать любой. Ну, да. И это образование, которое нужно и человеку, и стране, и то, и это, и там, и так далее, и так далее. Вед в том широком, прям так, ключе, который есть, он не нужен людям. Есть вет, допустим, ТЭЙФовский, там, зубной техник, да, популярный вет. На них, конечно, можно взять, но деньги-то ты должен показать уже не за год, а в учении за полтора. И должен продержать их три месяца. И тебя будут гораздо серьезнее опрашивать. Ты бы к этому был готов? Да, ты был бы готов, но это было бы тяжеловато. А для некоторых людей, понимаешь, когда сильный... сильный допрос идет, интервью, многие, допустим, особенно женщины, боятся, пугаются. Это расценивается как, ну, неуверенно, что вроде они что-то скрывают, им отказ. И человек, который вполне искренний, скажем так, нормальный человек, подался, ну, допустим, как Вадик тот же самый, Макарычев, да, он подался ему раз, и отказ, и все. А после этого он, конечно же, собрался силами, все, и нормально уже получил эту визу, вот, учится, все. После окончания обучения в Канаду намылился, тоже посмотрит страну. Я уже тоже намылился в Канаду. За мной везде, а теперь мой этот, Санчо Пансен. Адвокат дьявола. Оруженосец. Вот это слово, адвокат дьявола, применяй очень осторожно. У нас был на форуме один адвокат дьявола. Нет, я второй, я совсем другой. Если ты второй, то тогда это... Ладно. Нет, это самое, 7, нет, если по существу, да, 73 на 72 отпускают, нет, да? Понимаешь, с 573, уже находясь здесь, перейти на 572 достаточно сложно. В настоящее время, когда, ну, не до жира, мало студентов, конечно, идут на уступки, но, опять-таки, Елена подалась на зубного техника. Согласись, это хоть 572, но в ТЭФе, да, это не менее серьезно, чем магистратура в СИКИЮ. Ну, серьезно, это огромные деньги, это 30 с чем-то тысяч. Вот, поэтому ей разрешили, и разрешили в течение нескольких дней, переделали. Если же ты поддашься с нашего достославного Вильяма Бизнес Колледжа вдруг на бизнес курсе стоимостью, предположим, 5000 долларов, то и учебное заведение, и департамент иммиграции спросит, а что такое? Каким образом ты можешь, допустим, обосновать, что получение высшего образования для тебя менее значимое, для тебя умного человека менее значимое, чем управление проектом в плане заправки картриджа в принтер. Понимаешь? Это не управление, и это не образование. Скажу, что я случайно поработал на стройке плотником, да? Мне так понравилась эта работа, что я теперь без нее не могу жить. Вот так я скажу. Плотником от какого слова? Плоть или что? Да, плоть. Крайняя. 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 Вот. Ты, если ты хочешь быть плотником, нет проблем, тебя отпустят. Да. Боже в России. Ты знаешь, сколько в ТЭФе стоит курс на плотника, на карпентера? Нет, вообще нет. А так поинтересуйся. Для тебя будет такой сюрприз. В раза два-три дешевле. Чем в России? Чем в России, да. А чем бизнес-образование? Бизнес-образование у тебя будет, по всей видимости, 10 тысяч долларов в год. Или 1250 за предмет. А в ТЭФе год это будет стоить на карпентера, но я думаю, 1010-12 минимум. То есть дороже, чем большее образование. Ну, год. Нет, 4. А 4 года? 4 года, да. А что? А я думал, год все больше. На некоторые рабочие специальности два. Я-то думал, год. Но потом еще год тебе надо будет в Джобс Редди ТЭС готовиться там. Поэтому, знаешь, люди все умные и хитрые, но в конечном счете на рабочие специальности мало кто идет. В конечном итоге все женятся. Ты знаешь, многие женятся. И ты, Костя, знаешь, что по любви. Конечно. А любовь, знаешь, очень зла. Очень зла, да. Так что и тебе может жрак светить. Нет, мне он уже светит. Ярко? Да, ярко, практически ярко. Рядом? Рядом? Что-то Костя резко забегал. Рядом? Я еще где? Где она? Ага. Как это называется? Love in the air? Или как там? Love близко. Вот так. Love близко. Nearby. Да. Так, ладно. Сейчас надо сделать небольшой технический перерыв, потому что чая нет. А вот как наши ребята развлекаются. Вот этот вот из «Звездных войн» пришел, видимо. А это тоже робот из «Звездных войн». А что это такое? Это, конечно, имитация алкогольных напитков. Это сиропы. Два сиропа. Это салус-кабаса. Это хрень. Ну, это гистлеронная вода. Да, гистлеронная. Ей переводили здесь как-то. Макара сейчас, он развлекается. «Верните, и с миру» кричит. «Мир миру, а волку и с миру». Ей переводит. Кистентин. Описраивается. У нас пить он и берет гитару. Только бы этот, тытлеич, да, тытлеич. Только бы не этот. Ну ладно, из российского огорода Катус обычно растет бурую А мы еще не едят Катус Голод! Вообще в Австралии холодно и голодно И некому даже поддать минуту тяжелого сгора Поэтому приходите из Катуса Пошли за Ваня Мегра Есть он, был дома Костя, Гюльчатай, покажи личико А какая разница? Все равно узнаю А я Милого узнаю по походке Это чай А вот это кактус А у вас вина есть? Закончилось уже все Закончилось уже Закончилось изюмом Закончилось изюмом Персандарт Тинкера напоминал Изюм Изюм салмаж Изюм А его нельзя Салам Уходи добрый друг Нервно хлопнет Слушай, природа тут неплохая Убедное студенчество Приехало на машину Приехало на машину Приехало на машину Приехало на машину Не мой так наливай И все Все равно Посидели Приехало на машину Приехало на машину Приехало на машину Приехал Зак绝ив Приехало на машину Приехало на машину Продолжение следует...